В прошлый раз мы с вами по материалам ваших рисуночков пообсуждали немножечко пропорции человеческого тела. Сейчас осталось сделать одно маленькое дополнение, и мы с вами будем работать над следующим рисуночным задачей. А дополнение будет касаться позвоночника. Вот когда вы намечаете схему рисунка человека, вот такая сейчас схема, потом будете его обращивать. Вы позвоночник рисуете прямой пол. Опять даже не подумаем. А вообще-то, хотя у одного человека совершенно прямой позвоночник бывает? Бывает. Нет, не бывает. Я не говорю сейчас о случаях клинических, то есть о аномалии, о неправильности касанки. Да? Об испоребрении позвоночника. Я говорю о так называемых нормальных изгибах. А кто понимает, почему у человека позвоночник обязательно должен иметь несколько изгибов? Если бы он был прямой, то центр тяжести... Человеку неудобно, если бы он был прямой. Центр тяжести, человек мог упасть так, изогнуться позвоночник в другую сторону. Опа! А чем помешает приметное позвоночника по держанию равновесия? Ну, взял я нему как-то, а не убог, ну и в другую сторону. И центр тяжести у меня спроекцировался. Среди площади опоры. А вы из опыта, там вы распределили центр тяжести? Центр тяжести, Володя, распределить нельзя. Центр тяжести — это точка. Попробуйте как-то распределить точку. И у вас ничего не будет. Да, иди, Коля. Матвич, если бы у первоначи хотя бы было бы посвящено, или чуть-чуть. Вот если прибой, то он просто будет прибой. Какал? Будет прибой. И он не сможет изогнуться. Почему он сможет? Между позвонками стоят упругие клещи. Ну, сократил мышку и задумал. Какие проблемы? Некрасивые. Может, когда будет полный рост, и воздух, и он будет ворачиваться, но он будет лучше, то будет сразу будет чуть-чуть изог. А зачем? Пластика. А что такое пластика? Слово красивое, конечно, пластика. А что оно означает? Ну, давайте... Ну, несправедливо просто сломался. Почему? Был слишком большая мемогутая. Ага, а почему это вдруг уменьшается нагрузка, если мы немножко изгибаем подозвоночник? Куда девается нагрузка? Ну, распределяется. Ммм, интересная идея. А вот давайте представьте себе два разных эксперимента, да? Я беру палку, вот здесь на верхушечке, приклеиваю сырое куриное яйцо. Так, и я беру кружевую. И на верхушке приклеиваю сырое куриное яйцо. А теперь беру с одинаковый синий, бью вот так вот, а землю палкой кружевую. Вопрос, что будет с яйцом в первом случае, что будет с яйцом в втором случае? В первом случае, в первом случае, что с яйцом в первом случае? Оно разобьется. Да, совершенно верно. Прямой стержень, просто передаст по всей своей вине силу удар на яйцо, с кровопа не выдержит, а вот это. А почему вот в этом случае? То есть, когда он будет влизить, и в этом втором случае яйцо не разобьется, потому что пружина просто... Пружина поглотит, часть энергии этого толчка. Так, спружинят, самортизируют. Яйцо станет с целью. Теперь, берем человека и сажаем ему череп на прямой позвоночник. А позвоночник ведут. Они, точнее, позвоночник связан с тазовыми костями, а тазовыми костями накатывают. А теперь подумаем, что будет с целью человека, если он взял немножко поток. Раскользится. Раскользится. Почему? Раскользится. А вот это все. Значит, жесткий вертикальный стержень, да, значит, просто передаст всю энергию удара прямо вверх. Задача. А как превратить пружину в пружину? Немножечко изогнутся. Причем, хватит ли одного изгиба? Нет. Нет. И у нас это не один. Да. А почему все-таки не можно? Можно же подпрыгнуть, спружинить, ногами можно. Можно. Поэтому наверняка в основном скультуре учат никогда не прыгать на прямую ногу. Так? Значит, это черевода. Самыми нехорошими травмами, причем не только черевода. Скажите, на вашей тазовой гости какие органы опираются? Вообще, у вас здесь какие органы есть? Какие органы? Есть. Тишечник, печень, желудок, селезенка, мало ли все, да? И если жесткий удар прошел по ноге и по тазу, что будет с этим внутренним органом? Да, травмы самые разные. Механические травмы. Но в конечном итоге травмы черепу возможны. То есть ноги могут немножко амортилироваться. Но скажите, мозг это выносливый опыт или самый капризный? Даже если череп не раскололся, а просто получил сильный удар снизу, череп выдержал. А мозг внутри останется целом и нормальным или получит травму? Получит травму. Получит травму. Значит, ну, та травма, которую вы знаете, сотрясение может быть. Поэтому понятно, что амортизация, которая возможна на ногах, нужно подстраховать еще амортизацию позвоночника. Поэтому смотрим, как устроен позвоночник у любого нормального человека. У человека с нормальной осадой. Череп. потом вы научитесь очень брызу, быстро и относительно грамотно рисовать изображение человеку. Это не так трудно. Хорошо, окрине позвоночника это вертикаль, в котором пойдет. Вот здесь он кончается. Так вот, у нормального человека позвоночник образуют следующие изгибы. Вот здесь грудная клетка у человека, 12 пожилых, передние концы которых присоединены к груди. при этом у нас все отключилось. Хорошо, а дальше вот здесь таз. Кости таза приросли к вот этому последнему участку позвоночника, а от гостей таза с ними старый связь нужен. Хорошо, смотрим, сколько раз из окна позвоночника освоили? Считаем. Нет, нет, два. Раз, вот здесь в сторону окна, да? А есть ли еще где-нибудь изгиб в сторону окна? Да. Есть, вот здесь. Хорошо, а в сторону двери есть изгибы? Угу, здравия, один, до двух убог считаете, раз, два, значит, ну давайте, а вот эта вот линия, вот я возьму одну пару изгибов, вот такую, похожую на какую букву Масинского алфавета? С. Поэтому говорят, что у человека двойной С-образный изгиб позвоночника. Две буквы С друг на друга стоящие. Отлично. Зачем это надо. А как раз для амортизации. Теперь, если жесткий удар приходит на таз, позвоночник немножко, как пружина, вот так сгибается, увеличивается прогиб. Так? И удар замечается, основание черепа не получается. Почему это надо учитывать художество? Вот рисуйте вы человека, и нарисовали бы у него прямое туловище. Туловище как прямоугольник. И это абсолютно. Так? Значит, можно так стилизовать, конечно, запрещено. Но если вы хотите ваш рисунок приблизить к натуре, обязательно надо учить, что не бывает ни у одного человека прямой спины. Спина всегда дозунок. Это если мы смотрим в профиль. А вот если мы смотрим в паз. Позвоночник идет по прямой линии или тоже здесь какие-то изгибы. По прямой. Боковых изгибов не должно быть. Кто знает, как называются боковые изгибы позвоночник. Искривление правильно, но это искривление есть свое медицинское название. Сколиоз. Сколиоз это изгиб в каком стопе. При сколиозе всегда одно плечо становится выше, а второе ниже. Это проще всего вот так именно. Люди же по улице редко ходят полностью раздеты. Так что бывает видная линия позвоночника на спине. Ну смотришь в человека, смотришь как он стоит. Если у него одно плечо повыше, другое пониже, все приблизит сколиоз. Боковое изгиб позвоночника. На самом деле это очень плохо, потому что ущемляются выходы спинно-мозговых нервов. Они же ведь от спинного мозга выходят между позвонками. А если у вас позвонки перекосило, ну представьте себе, я беру две шпанки вот так, тяжелые. Ну вот это тоже шпанки. И вот они стоят вертикально. я взял перекосил. Вот в этом месте точка перекоса, дальше у меня позвоночник пойдет вот так в сторону. Скажите, что с давлением вот в этой точке? Оно увеличилось, а вот это и увеличилось. А здесь через эту точку выходит спинно-мозговой нерв. Ну как себя чувствует спинно-мозговой нерв, если его зашли? Такого молодого суббота. Он перестает нормально работать. А по этим нервам идут сигналы регулирующие работу в друг ваших мухонеков. Да вот получается, что у человека исправление позвоночника и почему-то проблемы с печенью. Вроде никак не связано. Где печень, а где позвоночник. Очень даже связано. Ущемлены нервы, которые идут на регуляцию печени. Вот так мы немножечко с вами поговорили о субботе. Для того, чтобы уметь описать этот участок уговорил, работать с поясницей, работать с шеей, как называются разные участки позвоночника. Давайте с вами разберемся. Сколько разных выделяется и как они называются. Первый участок вот он от основания черепа до первого ребра. Будет называться шейный участок. Первый шейный участок. У человека ровно так же, как у всех млекопитающих, семь шейных позвонков. Интересно, что и у мыши, и у жирафа количество позвонков в шее совершенно одинаковая. Просто у мыши какой размер этих позвонков? Совсем малюсенький, а у жирафа? А у жирафа каждый позвонок похож. Хорошо. Следующий отдел. Отдел, которым прикреплены ребра. Ребра связаны с этим отделом подвижны через суставы. Называется грудной отдел и в нем 12 позвонков. А это значит, сколько пар ребер у каждого человека? 12 пар. Люди, которые считают, что у мужчин и женщин разное количество ребер, слегка неправы. Количество ребер, разумеется, совершенно одинаковое. Ну, основа такого предрассудка на библейской легенде о том, что Господь, сотворяя женщину, творил ее из ребра Адама. И вроде как получается, что у сыновей Адама должно быть на одно ребро меньше. У них же одно ребро прихватили в качестве стройматериала для получения Ева. Ну, такого одинаковое количество ребер. Хорошо. Следующий отдел позвоночника. Вот он. В нем пять позвонков и называться будет поясничный отдел. Поясничный отдел. Следующий отдел, позвонки которого надежно срослись между собой. вот здесь уже никакой подвижности нет. Все эти позвонки срослись, образовав единую костяную систему отстеневшего. Зачем это надо? Чтобы принимать нагрузку от ног. Этот отдел будет называться крестцовый отдел. В нем тоже крестец. Кстати, а кто понимает, откуда происходит слово крестец? Крест. Крест, конечно. Если мы не астроскопу, а спереди смотрим на человека, смотрите, что получаем. Вот идет позвоночник, на клетке, нам не очень интересно. А дальше? А дальше вот какая структура. Так? И вот отсюда ноги пошли. Вот это крепление тазовых костей. Какая фигура в этом месте образовалась? Крест. Тая часть позвоночника, которая связана с тазовыми костями, называется крестцовый отдел. Пять позвонков. Ну и наконец, последний отдел, который при рисовании ну никак не заметен и никак не приятен. Это наша с вами гордость, это наш с вами хвост, который снаружи не виден просто ни разу. Дело в том, что хвосты потеряли даже не наши предки, так, а предки предков. То есть вся наша группа, которая называется человекообразная обезьяна, а мы с вами просто один из представителей этой достойной группы. То есть человек, это один из вариантов человекообразной операции. Не больше не видишь. Так? Так не у кого-то человекообразных нет хвоста, видно снаружи. Но это не значит, что он совсем исчез. Малюченький кусочек вот здесь висит. снаружи не виден. Да, копчик. Копчиковый отдел. Вот он, последний копчиковый отдел. Но снаружи копчик никак не виден. И эволюция давным-давно махнула рукой на эту деталь. Она такая маленькая, на что-то ничего не значит, что в отбое просто не участвуют. Последний отдел называется копчиковый отдел. Поэтому количество позвонков во всех остальных участках строго определенный не меняется никогда. А может еще что-то говорить? Второй отдел. Второй отдел грудной отдел. Третий отдел поясничный. Четвертый крестцовый. Копчик. Пятый копчик. Вот в копчике у разных людей разное количество позвонков. Ну и тем более, что в возрастном состоянии чаще всего они срастаются между собой образуя одну маленькую копчиковую костю. Ну или две как связанные друг с другом копчиковых костей. Так что помните, что копчик есть, но реального какого-то влияния на изображение человека он никакого не оказывает. А, вопрос. Да, вопрос. Почему мы не можем реально видеть один из длинных хвостов? Вы просто не очень представляете, чем человекообразная обезьяна отличается от мордышкообразного и к чему именно они утратили хвосты, а у всех мордышкообразных хвостов не хвостов. Это отдельная тема, с рисованием никак не связана. Итак, вот это то, что мы с вами узнали про позвоночник новенького. А теперь скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, все отделы позвоночника одинаковые гибкие или нет? Вот это уже очень важно понимать, когда рисуешь человека, но не любое животное. В каких местах пулы еще может днуться, а в каких местах просто не может. Ну, назовите самые гибкие, самые подвижные участки позвоночник. Прошу вас. А я думаю, может быть это поясничный. Поясничный, совершенно верно. Вот здесь очень подвижная связь. Еще один очень подвижный участок. Шейный. Шейный. Вот два реально подвижных участка. То есть, когда человек встает на мусс, либо когда человек, наоборот, сгибается вперед, либо когда человек наклоняется в сторону. Это работает какой участок позвоночника? Шейный. Вы нам может их шею задаете? Значит, ну, шейный при изменении позы торса не участвует. Шейный приводит голову в соответствии с позиции к тупочке. Так? У него своя работа. А когда надо изменить форму тела, работает, поясничная. Вопрос, а почему? с крестцовым все понятно. Здесь они просто срослись друг с другом, да еще переросли к тазовым костям. Какая вроде гибкости. Никакой гибкости доска на доске есть. А грудной почему? Тут мало подвижно, крайне мало подвижно. Ведь там никакого прирастания нет. Хрящевые подвижки между звонками сохранились. А почему гибкость тут нережно с нуля? Так, ну, Вась, давайте. если там будет гибкость, то там можно проломить это все делать. Вот давайте привыкать к такой вещи. Вопрос зачем в биологии почти никогда не скажете. Там мы просто не можем вводить нормы, как это происходит. Еще раз. Вы говорите словами, которые описывают привычный вам человеческий мир. Так? Значит, это мы говоря обсорблено человеческие дела, можно спросить, а с какой целью ты сделал той или иной? У людей всегда есть какая-то задача, какая-то цель, да? И можно сказать, зачем я делал? У меня была такая цель, и вот за этим я это сделал, да? А перескажите, пожалуйста, с какой целью восходит солнце? Что ну просто восходит с какой целью течет и как? С какой целью падает кирпич? Чтобы упасть? Значит, нету естественных процессов цели. Если уж мы с вами говорим об устройстве тела, то через идею цели лучше здесь ничего не объяснить. Давайте ставить вопрос, как и почему они зачем? грудной отдел позвоночника это деталь коробки. Как эта коробка называется? Грудная бредка, разумеется. Ну хорошо, сделал я коробку вот такую, да? Ну давайте примем для вас прямой бульной. Вот такая коробка. Дел с этой стороны в коробке приклеил плазиковую стенку. вот так вот он здесь вот стенку зверяется. Это стержень гипус. Так? Ну что будет если я возьму и попробую изгибать этот стержень. Он либо отожрется от коробки или коробки формы. Поскольку ребра присоединены не только позвоночник, но здесь спереди еще и грудин, так? То подвижность в грудном отделе конечно ограничена. Но тем не менее в муксе здесь дело все-таки можно. Потому что наша грудная клетка это не просто жесткая коробка. Ну давайте вспоминать как сделаны ребра. Они целиком костяные или нет? Нет. Нет. от позвонков идут хрящ от позвонков хрящ не идет. От хрусти идет хрящ а потом хрящ идет хрящ и в грудине подходит уже хрящ вот теперь понятно почему помогает такая система вот противоположная позвоночнику стенка она может менять форму хрящ и поэтому хотя и небольшой степени но может меняться форму грудной клетки. Человек может допустим когда прогибаются менять не только форму повестницы но немножечко выгибать грудной отдел ножом или вперед или с рук благодаря тому что передние ветви хрящ не костяны а коще и идея понятна? хорошо